Ну, я, знаете, я, кстати, думаю, слава Богу, нас никто не учил, как быть пастором, как быть женой пастора. Я думаю, когда мы будем благословлять, мы будем реально знать. Потому что женой пастора быть очень непросто, потому что в основном пастора окружают женщины, понимаете, которым хочется поделиться, и он их утешает. И, знаете, иногда бывает точка кипения, когда я говорю, слушай, ну а я когда буду уже? Я когда буду на приеме, да, когда мне уже внимание будет оказано? Ну, это реальность, да. Поэтому я думаю, что когда мы будем рукополагать пасторей, да, женатых, мы будем обучать, что я лично буду говорить, что сначала удели внимание своей жене достаточно, а потом, ну, можешь уже поддерживать других женщин. Вот. Это то, что я за 28 лет накопилась, да. Ну, я же не знала просто, ну, кто бы. Сейчас у меня даже сегодня была такая мысль, мы договорились с русскоговорящими пасторями периодически собираться с семьями и поддерживать друг друга в молитвах. У кого какие-то семейные проблемы, потому что, ну, не всегда все можно сказать в церкви, потому что, особенно те, кто только приходят в церковь, есть такая идеализация, что мы думали, что наш пастор, он даже в туалет не ходит. Вот. Что-то такое идеальное, да. А на самом деле все мы люди, да, особенно когда мы устаем, начинает, может быть, наша там, ну, что-то вылезает. Вот. И, да, и сейчас у меня была такая мысль, что следующая тема, это как раз на таких пасторских встречах я хотела бы вот эту тему как раз и поднять, спросить сестры, как вы справляетесь с тем, когда ваш муж оказывает много внимания, ну, как пастор, да, сестрам. Вот. Ну, это реальная тема? Ну, слушай, ребят, это жизнь, да, ну, что, не так? Брат Сергей, а что вы покраснели? Нет, немножко хорошо. Да, 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 это после проповеди покраснели, да. Вот. Это помните, в прошлое воскресенье было, брат Сергей, он проповедовал, он говорит, пустите Бога в свою жизнь, да. И в сексуальные отношения. Бога не так, что все хорошо творил, творил, а потом, ой, внизу, ой, закроем глаза, да. Да, так что это жизнь. Вот, на этой неделе я, кто в чате читал общецерковным, я попросила взять пост, кто, может быть, не прочитал, не видел, у нас еще впереди неделя есть, да, пост. Мы взяли, ну, получается, полтора дня сегодня, вот, дай Бог, выйдем, но у меня вообще побуждение продолжать пост, поэтому лично я еще хочу задержаться. Тема поста такая, что, знаете, мы знаем, что у нас осталось последний внос за это здание, и мы должны были его внести 1 сентября этого года. И банк давал вообще, ну, как бы, вот все гарантии, все, все получится, вы вовремя получите сумму для кредита, все нормально, у вас все условия. И вдруг все тянется, тянется с мая месяца, да. И в конце, и вдруг звонит менеджер и говорит, вам отменили, отказали, через 2 дня звонит, говорит, это недоразумение, все нормально. Ну, в общем, знаете, такие качели. Я ему звоню, ну, как, он говорит, все решается, я жду звонка из Софии. Потом Андрей говорит, давай быстренько откроем, возьмем кредит в другом банке, мы стали там документы оформлять. Ну, как бы, тоже там определенные вещи вскрылись, но не вскрылись, а, ну, есть детали. И, знаете, у меня уже к концу недели такое было напряжение, что, ну, просто и такое давление стало приходить. Я везу на машине сына этих двух женщин в банк, вдруг у меня машина начинает вообще непонятно себя вести. Я довожу их, они говорят, придите, подпишитесь, я на перекрестке, просто у меня машина глохнет. Эвакуируем эту машину, на следующий день не зажигается наша машина. В общем, и я ощущаю, что в реальном мире проходит давление. Мы выкупаем третье здание для церкви, я стала анализировать, и, ну, как бы, какие этапы проходим, да. Сначала мы получаем откровение, но я думаю, что это касается вообще всех вещей, когда нас Бог ведет в чем-то. Сначала мы получаем откровение, да, Бог нам дает, потом мы начинаем искать, молимся, Бог дает здание. Потом начинается, и я не видела ни одну церковь, которая бы покупала здание, имея всю наличность. Да, в основном это делается, потому что, ну, вы знаете, если нет цели, то деньги, они как бы расходятся на другие нужды. И потом наступает момент, когда приходят, ну, как бы, трудности, да, с выкупом, и приходит давление, и церковь становится как одно для того, чтобы противостать. Смотрите, что такое, наш Бог хочет, чтобы мы здесь являли Царствие Божие на этой земле. Покупка здания, это для того, чтобы собирались верующие, это его воля. Аминь. И мы, получается, мы вторгаемся сейчас в духовный мир. Дьяволу это абсолютно не нравится. И он ставит все препоны для того, чтобы преодолеть. И я понимаю, что я начала... Я вижу сон. Кто-то читал этот сон, да, я хочу рассказать этот сон еще раз. Я как будто бы... Вот кто был на мысе Калиакра, да, я как будто бы стою вот на этой мысе, на высокой скале, и в какой-то момент этот мыс, вот этот вот конечик скалы, он просто отщепляется и уходит в море, и меня уносит, представляете? А я смотрю, что на мысе, как бы на континенте люди стоят, я знаю, что мой муж там. И я кричу, потому что я понимаю, что мне нужно этот... Ну, что меня уносят, чтобы он знал, что я там. Вот. И я понимаю, что вот это мое состояние сегодняшнее, что я не понимаю, то есть я не могу контролировать ситуацию, да, что происходит с этим выкупом, с этими финансами. И в какой-то момент я вижу, что море становится избушующего, оно становится таким спокойненьким, гладким, и меня прибивает к берегу, вот, ну, вот эту часть скалы, которая оторвалась, и бежит муж там с кем-то еще, несколько человек бегут ко мне, и я просыпаюсь. Я спрашиваю у Бога, что это значит, и вы знаете, мне Бог показывает книгу «Исфирь». Я начинаю читать, помните, да, когда хотели истребить еврейский народ, и пришли к «Исфирь», она была еврейка, она была на тот момент женой царя, причем где-то, наверное, год как она была, может быть, даже меньше, и ее дядя говорит о том, что, Мардахей, он говорит, ты должна пойти к царю и должна, ну, сказать ему определенные вещи, что спасение может прийти через тебя. И тогда она говорит такие вещи, что «Хорошо, скажите, чтобы еврейский народ взял пост на три дня, чтобы не ели и не пили, и также животные, чтобы не ели и не пили, и весь кот». И мне приходит такое, я пишу в чат, что давайте возьмем хотя бы на сутки пост, и знаете, мне Бог показывает «И скажи, чтобы пост взяли за меня», то есть за меня конкретно. И я говорю, да ну, как-то это неудобно, как так вот за меня, да, ну что там, за проблему, там за решение, за финансы, да, за ситуацию. И Бог мне показывает, что пост попроси, чтобы взяли за тебя, потому что в данный момент ты, ну, являешься как бы представителем предразличными инстанциями за мудрость, за церпение, за того, чтобы мы вместе понесли, чтобы давление было не только на меня, но чтобы мы разделили это. Вот, ну, знаете, я написала, и у меня начались всякие «Вот, кто ты такая, что там за тебя вся церковь пост будет брать», представляете? Ну, я верю, что я потом молилась, и я верю, что, ну, что это по слову Божию мы поступили, что я получила откровение. Я очень благодарна всем, кто вошли в пост. Если вдруг кто-то не видел, да, или не мог, то, ну, у нас как бы еще есть впереди неделя, можете тоже поддержать в посте. И вчера тоже меня забыли все поздравить вообще с годовщиной нашей, и все такое, так у меня настроение, я взяла машину, говорю, поеду я, короче, поехала, посмотрю в Варну, помолюсь. И я опять открываю в книгу «Исфири», ну, ее дочитываю, и, знаете, когда мы были на конференции вот две недели назад, или сколько это было, неделю назад, Бог через одного брата сказал, что он мне даст еще один трофей, и он будет висеть у меня на стене. Я очень размышляла, я думаю, что за трофей. Я перечитываю опять эту книгу «Исфирь», и, представляете, «Исфирь, когда все прошло, и когда Аман был повешен вместо Мардахея, царь ей говорит, а ты возьмешь дом Амана себе, представляете? И мне Бог говорит, я тебе приготовил трофей. То есть я еще не знаю, что это за трофей, да, но я поняла, что Исфирь, она получила трофей. Я вообще думаю, что такое трофей? Ну, то есть мне стало интересно, что вообще такое трофей, да, как бы мы не воспринимаем, ну, не используем эти слова. И Бог меня подкрепил, Он говорит, ты пройди до конца, и ты получишь, я тебе дам трофей. Вот какой-то трофей меня ждет. И я так обрадовалась, думаю, слава Богу. Вот, поэтому я бы хотела, вот, у кого есть побуждение, пожалуйста, тоже поддерживайте, ну, дай Бог на этой неделе решится, потому что мы уже задерживаемся, у нас идет пеня, да, это как это по-русски, ну, да, то есть, ну, идет, да, накапливается. И я, ну, еще я хочу сказать, я получила, что мы как церковь, когда мы вообще встанем как одно, то проблема будет решена. Чтобы это не было, знаете, нас так вообще воспитывали вот в советском государстве, да, например, ну, вот мы живем в здании, оно не мое, и у нас есть такое отношение, что, ну, оно не мое. Я же работаю в колхозе, но он не мой, это общественный. И мы вошли, знаете, мы очень часто входим в церковь вот с этим вот старым неправильным понятием, что, ну, оно не мое. Совковым, да. Я думаю, что Бог хочет, чтобы очень у нас исцелилось это вообще понятие, что это мое. И я хочу сказать, вот, может быть, вы сидите и думаете, ну, разве от меня зависит там, ну, что там, ну, кто я такой. Я хочу сказать вам, что Бог вам говорит, от тебя зависит. Вот именно твоя молитва, именно твой пост, он даст определенный результат. Поэтому не умаляйте вообще свое значение. Вы член церкви, и вы несете определенную миссию здесь. Твой голос, он будет услышан на небесах. Поэтому я вот вас всех призываю, может быть, мы еще помолимся, сделаем такую. Я верю, что мы вот уже на таком, вот, знаете, вот, знаете, когда вот марафонщик бежит, да, он уже изможден, но он оставляет силы на вот, на последний рывок. Я верю, что у нас сейчас последний рывок. Я, знаете, в посте, я вот, ну, мы достаточно часто раньше постились, я знаю, что на третий день в посте начинается, это диагностика организма, начинает, когда вы чувствуете проблемы, которые у вас есть, у кого желудком, у кого там по-женски, у кого-то, ну, это уже проверено, на третий день, на четвертый день.